Если посчитать, сколько денег ввалили в Крым для его восстановления после украинской разрухи, то по идее здесь должен быть туристический рай, который и иностранцам-то показать не стыдно, однако. На самом деле все зависит от власти на местах. Если мэр душой радеет за свой город, то хорошо. А ежели нет, то живите, как и жили при Украине времен Януковича. Электричество нет. Электричеством мы пользуемся. Каждый, кто смог договориться с соседом через улицу, ему дают переноску. Так мы и живем. А по поводу дороги нет, мусор вывозить. Как мусоровоз проедет? А у нас он вывозится раз в неделю на минутку. И мы вот теперь, пока нас не просохнет, мы живем среди мусора. А и хорошо мусор. А если вот сейчас день, не дай бог, пожар. В соседней Евпатории дела с благоустройством обстоят куда лучше. Это совместный проект Андрея Владимировича Филонова с архитектором Алексеем Комовым. Они вместе разработали проект, совместно это все построили, установили. И на сегодняшний день это один из самых крутых арт-объектов нашего города. Местная активистка Екатерина Сафонова рассказывает о заслугах своего градоначальника Андрея Филонова, о том, как он город поднял. Нетипичный для российской глубинки чиновник и поддерживал себя в отличной спортивной форме. И даже видеоблог свой вел. И в сети его знали под ником Iron Mayor. Сейчас он за решеткой. А вот так горячо поддерживает его горожане. Даже здесь, в местах не столь отдаленных. Так почему же? Это фонтан, построенный на внебюджетные средства. Городоначальник привлек инвестора. А это детская площадка длиной 400 метров на месте убитой дороги. Кстати, далеко не единственная в городе. За такие проекты и любят. В связи с арестом Филонова, инфраструктурные проекты в городе заморожены. Подобных этой детских площадок больше не будет. И в Патторе превращается в унылый крымский городок. В соседнем Сахском районе, на минуточку, самым большом в Крыму, уже не все так радужно. Стройки встали, а инфраструктура здесь не выдерживает никакой критики. По генплану должно проживать 30 тысяч человек. Это единственная детская площадка в селе Уютном. Люди готовы были уже скинуться и построить спортивную площадку для своих детей за свой же счет. Но ответ главы администрации их просто шокировал. Платите за землю, я вам выделю кусок земли. А причина всех бед крымчан более чем банальна. Глава администрации нашего поселения Русецкий Олег Леонидович, он еще при Украине с 2006 года работал. И после вступления Республики Крым в состав Российской Федерации он также стал главой муниципального образования. И так по всему полуострову люди возмущаются. Зачем они стояли в самообороне? За кого пролили кровь жертвы украинских националистов? Если все чиновники партии регионов, против которых собственно и стоял Майдан, и от которых 23 года обороняли жители Крыма, дружные колонны перешли в единую Россию. Единственное, что поменялось на полуострове, так это уровень коррупции. Теперь появились средства из российского федерального бюджета, и они успешно осваиваются. Например, на развитие спорта. Костя Дзю, который был трехкратный чемпионом мира, вот в этом зале 54 дня тренировался. Много чемпиона Европы, чемпион мира. Вот в каком зале превратился. Смотрите, товарищи, какой шикарнейший зал. Прус был 70 сантиметров, бревна, лаги. Все повытаскивали. Все повытаскивали. Ну кто сейчас? Россия должна собирать копейки, вот это все. А мы настаиваем на том, чтобы Русецкий за свои средства все вот это восстановил, восполнил все детям. Но те, кто что-то восстанавливает за свой счет, в систему ОПГ и партии регионов и по сей день стоящие во власти полуострова не вписываются. Пусть это будет даже то, что было разрушено другими. Например, пляжи или пешеходные зоны. За внебюджетные средства здесь могут только посадить политического конкурента. Сейчас таковым и стал глава администрации Евпатория Андрей Филонов. Люди не перестают удивляться его трудолюбия, ведь проекты, начатые Филоновым, до сих пор осуществляются. Несмотря на то, что их автор и местами даже спонсор почти месяц находится в СИЗО. Познакомившись с ним лично и начав совместную работу на благо города, я увидел, что этот человек работает, он реально работает, команда его дружная работает. Все они делают для блага. Но в семье не без урода и в любой команде есть своя крыса. Знакомьтесь, это типичный представитель биологического вида чиновников, взраченных Януковичем. Это, кстати, бывший прокурор Евпатории Кирилл Вавренюк. В городе, говорят, именно он максимально способствовал тому, чтобы глава администрации города Андрей Филонов скорее отправился в СИЗО. Вавренюк сразу же занял место Филонова. А когда увидел журналистов и понял, что сейчас последуют неудобные вопросы, он сразу же обставил себя охраной. Здесь и сторож, и группа быстрого реагирования какого-то местного ЧОПа. И это ничего, что по российскому законодательству мы не должны спрашивать согласие чиновника на интервью. Он и так обязан принять нас в любое время и ответить на наши вопросы. Как видите, для чиновников города Евпатория федеральный закон пустой звук. Они отказываются его исполнять. Сотрудники полиции тоже не спешат принимать меры. После трех звонков в дежурную часть и в пресс-службу стражи порядка все же приехали на вызов. Однако сказать, что полицейские были в замешательстве, это значит вообще ничего не сказать. Страж порядка, приняв заявление, даже паспорт у заявителя не потребовал. Содпись применялся. Впрочем, сам Вавренюк, по словам прохожих и таксистов, находящихся неподалеку, все это время прятался за углом мэрии. А поняв, что съемочную группу не задержали и даже не обезвредили, он пустился на утек, куда глаза глядят. Органы зрения привели украинского госслужащего лишь к вечно закрытому пожарному выходу, куда он в истерике, ну или в надежде спасения от журналистов, стучался изо всех сил. Но услышан своей же охраной, к сожалению, не был. Расскажите, пожалуйста, свои роли в уголовном деле Филонова. Вам нечего сказать? Почему вы от меня убегали? Вы же мэр города, как вам не стыдно бегать-то? Уважаемый, вы скажите, Евпатория достойна такого главы администрации, как вы? Не знаете? А свои роли в уголовном деле Филонова расскажите, пожалуйста, как вы возили ФСБшников по кабинетам, показывали, куда зайти, кого схватить. Было такое? Было? Нет, расскажите. Нам лучше интересно знать. Чего же вы от нас убегаете, уважаемый? Когда Вавренюк писал доноцы на своего руководителя, он даже и не подумал поинтересоваться мнением горожан. С его приходом город более стал красивый. Достопримечательности он наши отреставрировал. Есть много мест для отдыха сделал, но мне нравился. Для города его арест это скорее утрата? Мне кажется, да. Утрата. Дороги делаются. Парк Ленина сделали нормально, в общем-то. Красивые улочки, аккуратные домики, чистота. Все это, конечно, безусловный повод для ареста мэра. Чиновники продолжают писать на главу администрации доносы. И это ничего, что в его уголовном деле нет ни одного весомого доказательства. Все хотят удалить сити-менеджера с работы. На долгий срок отправить его за решетку. Например, его коллега по двуглавой системе управления и еще одна украинская чиновница, глава муниципального образования, председатель Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко. Мы поймали ее на городской просоюзной конференции. Чиновница успела здесь и поспать, и по телефону позвонить прямо из президиума, и еще много чего сделать. А потом наврала нам в камеру в три короба, рассказав, что ничего не знает о том, почему арестовали ее коллегу. Глава администрации Килонов Андрей Владимирович был арестован. Не подскажете? Ну, потому что против него было возбуждено головное дело. Даже два. А суть? Ну, я же не знаю, что ли выходит из следственного комитета или органов. Это, наверное, следствие. При этом девушка на всякий случай не упустила шанса и лизнуть немного. Ну, а вдруг глава администрации выберется на свободу, и им снова придется работать вместе. А как вы оцениваете его деятельность на посту главы администрации? Я нормально оцениваю. Странно все это. Слова украинской чиновницы кардинально расходятся с заявлением судьи. Данный вывод расслаблен на представленных в следственном материале, в том числе на показаниях свидетелей Кутеревка, кореходника Урлиника, которые дали показания по известным обстоятельствам по делу и указали о возможном давлении со стороны Филона. На основании договора суд постановил. Ходатайся следователь, вы долетворите. Здравие отношения обвиняемого Филона Андрея Владимировича, 74-го года рождения, меру пресечения в виде заключения под стражу сколько на 1 месяц 28 суток, то есть до 31 мая 2019 года. Но последователей Януковича, дружно засевших в Крыму, это уже нисколько не волнует. Все это происходит на фоне настоящей экологической катастрофы затейников, которой почему-то никто и не думает арестовывать. На этом месте пытались строить креветочную ферму. Китайцы. Интервью было, был Аксенов, китайцы и представитель китайцев, какой-то бородатый дядька. Строили ее в течение, наверное, месяца полтора-два, заливали вот эту плиту сначала долго, а верхние конструкции довольно быстро собрали из металла. А самое главное, что кормить креветок планировалось антибиотиками, стероидами и генно-модифицированной пищей. И все это сливалось бы в море, а потом течением приносило бы к берегам Евпатории, все российские детские здравницы. А почему руководство республики пошло на такой шаг? Ответ прост. Все дело в ценных на землю, по которым они достались китайским инвесторам. Существует акт приема-передачи земли. Из земель, министерства земельных отношений, МИЗО так называемое, конкретно ООО Крым-Агро. Шубаев, фамилия Шубаев, не помню, как его зовут. Там было передано земли 20 гектар пляжа за 27 тысяч рублей в год. Возмущенный народ прилег внимание Фемиды к ситуации. Людей услышали только в Москве. Строительство фермы пришлось свернуть. Эта земля относится и распоряжается ею совет министров. Вообще Евпатория – это единственный город в Крыму, где мэр построил открытую систему управления. Все острые и важные для города вопросы обсуждались с жителями напрямую в соцсетях. Городские тренды задавали сами жители. По моему мнению личному, и в ходе работы с местным населением, то арест Андрея Владимировича и отстранение его должности может привести город к коллапсу, потому что ни один другой такой руководитель, без него не будет той работы, которую он уже наладил. Единственные люди, кто не оценил деятельность Филонова на посту глава администрации, это его жена и дети. Папа на работе. Мы долго ждали, ждали, но он все время не приходил. Да? А что ты ночью мне говоришь по ночам теперь? Кого ты ждешь вечером? Папу. А он сегодня приходит с работы? Да. А ждут они папу вот так. Папа в другом городе. Моя папа. Главу администрации в Патторе каждый раз ведут суд под крики возмущенных жителей. Возмущены они как раз произволом украинских чиновников. Коридоры Верховного суда республики тоже забиты сторонниками городоначальника. Куда ни копни везде представители партии регионов и их крыша. В этом здании работает гражданка Украины Редько Галина Владимировна. Она в поте лица трудилась в апелляционном суде Крыма во времена Януковича. И даже снискала себе славу одной из самых карампированных судей сия Украины. Но пять лет назад, забыв о присяге, она быстро перебежала на другую сторону баррикад. Бюджетница настолько боится своих кормильцев, что даже снимать себя запретила в суде. Но, естественно, несмотря на требования народа, перебежица Филонова на свободу не выпустила. Ну, это решение, безусловно, будет обжаловано во всех вышестоящих инстанциях. Никакой мотивировки мы пока не получили. Сегодня была оглашена только резолютивная часть этого судебного акта. Меня очень огорчило то обстоятельство, что, несмотря на, скажем так, пожелания, в том числе и главы республики, что процесс был максимально открытым, гласным, к сожалению, судья с довольно странной формулировкой отказала в проведении видеозаписи судебного заседания. И действительно, если судья боится преследования, опасается за свою безопасность, то она просто должна взять самоотвод. Это все очень грустно. Я бы так это назвал. Это такой... Обычно это говорят, ну, такая трагикомедия, но это скорее трагедия с элементами комедии. Такой фарс с плохими, на мой взгляд, актерами. И, ну, я надеюсь, Москва разберется.